Всем привет, с вами Волраст и пришло время подробнее поговорить о внедрении Steamworks API в ваш проект. На данный момент у меня выпущено два проекта в Steam и в обоих из них я использовал функционал, предоставляемый Steamworks API. Если вы планируете разрабатывать игру для ПК и не важно, будь то Windows, MacOS или Linux платформа, скорее всего вы планируете работать со Steam, так как это самая крупная и доступная площадка для разработчика. А если вы планируете выпускать вашу игру в Steam, вы просто обязаны использовать сервисы, которые он вам дает. Конечно, никто не запретит вам выпустить игру без достижений, статистики и прочих вещей, но это как минимум неуважение к игроку и потеря огромного потенциала, который предоставляет Steam. Steamworks открывает большие возможности для разработчика, от банальной постановки игры на паузу при открытии оверлея, от достижений статистики до таких сложных вещей, как подбор матчей, голосовой чат и так далее. Я думаю, у вас не осталось сомнений по поводу нужды использования Steamworks, но следует поговорить о том, как происходит процесс интеграции Steamworks в ваш проект. Я буду рассматривать ситуацию, когда вы ведете разработку при помощи движка Unity на языке C-Sharp. Официально Valve предоставляет библиотеку для языка C++, что логично, ведь большая часть ААА проектов разрабатывается именно на этом языке. Что же делать таким разработчикам инди-трэша, как я? Правильно, искать обертку для работы с C++ библиотекой с помощью C-Sharp кода. В документации Steamworks есть отдельный раздел, где вы можете найти решения для таких языков, как ActionScript, C-Sharp, D, Java, JavaScript, Python и Rust. Нас же интересует C-Sharp. Я знакомился со всеми доступными вариантами, благо их не так много, всего два. Первый — это детище от Facepunch под названием Facepunch Steamworks. При всем уважении к Гарри Ньюману, его Another Fucking C-Sharp Steamworks Implementation действительно fucking bullshit и работает примерно так же, как и Rust. Я потратил много времени, чтобы имплементейшн сам фьючерс при помощи Facepunch Steamworks, но когда Биба взял камень, я понял, что идея эта достаточно херовая. Поскольку в версии от Facepunch все упрощено настолько, что некоторые функции вовсе перестают работать, перейдем ко второму варианту. Это Steamworks.net от человека под имени Райли Лабрек. Он не стал делать лишней работы, и работа его решения очень схожа с работой оригинальной библиотеки. Именно ее мы и будем сейчас устанавливать. Для начала перейдем на сайт Steamworks.github.io. Переходим в раздел инсталляции, и здесь нас встречает инструкция по установке Steamworks.net для Unity и всех остальных движков. В разделе Unity Instructions нас интересует ссылка на последние релизы. Здесь мы скачиваем Unity Package последней версии, на данный момент это 13.0.0. Теперь я перейду в Unity Hub и создам новый проект для тестов. После создания проекта идем в Assets, Import Package и выбираем вариант Custom Package. В открывшемся окне выбираем пэккедж, который только что скачали, и импортируем его со всеми галочками. Переходим в папку проекта, и в ней появился текстовый документ с названием Steam App ID. Если вы уже оплатили взнос за приложение, значит вам уже дали App ID вашей игры. Ваш App ID вы можете узнать либо в дэшборде на сайте, либо напрямую в магазине Steam. App ID это публичная информация о вашей игре, и ее может узнать любой желающий. По умолчанию в текстовом документе прописан App ID 480. Это игра Space War от Valve, в которой реализованы практически все, если не все, функции, которые предоставляет Steamworks API. Вы также можете использовать этот App ID для тестов, пока не получите свой личный App ID, но в этом случае некоторые функции будет затруднительно протестировать. После того, как вы импортировали пэккедж и прописали App ID, необходимо перезапустить проект, чтобы все настройки успешно применились. После перезагрузки вы должны создать на главной сцене, с которой начинается игра, объект. Я для удобства назову его Steam Manager и добавлю на него компонент с таким же названием. Лучше всего для этого использовать отдельный объект, так как сам Steam Manager представляет собой реализацию по типу синглтона. Соответственно, этот объект с первой сцены будет следовать за вами на любую другую сцену, и вы всегда сможете обратиться к инстансу менеджера, чтобы получить от него нужную информацию. Например, проверить инициализацию. И несмотря на то, что разработчик Steamworks.net говорит о том, что нельзя обращаться к инстансу в методе Awake, он в своих примерах делает еще более грубую ошибку, обращаясь к нему из метода OnEnable. И если у вас не сложилось в голове, почему это неправильно, ознакомьтесь с порядком выполнения методов. Проще говоря, не используйте Steam Manager в коде раньше метода Start. Посмотрев на реализацию Steam Manager, можно примерно понять, как он работает. Теперь можно перейти к тестированию, все ли правильно мы сделали. Я создам на сцене еще один объект и назову его Steam Scripts. Для него создам специальный скрипт под названием Steam Script и повешу его на объект. Немного поправлю стандартный код, который создал райдер, и чтобы не перегружать информации это видео, начнем с самого простого. Проверим инициализацию. Прямо в старте, не стесняясь, выведу сообщение с текущим статусом инициализации. Запускаем игру в редакторе и видим, что все успешно работает. При этом, если мы зайдем в Steam, то увидим, что мы находимся в игре AppID, которой мы указали. С этим есть один баг, который не могут исправить уже годами, и я до сих пор негодую по этому поводу. Если мы остановим нашу игру, то мы по-прежнему будем в ней. И продолжаться это будет до тех пор, пока мы не перезайдем в Steam или не закроем Unity полностью. Если вы смогли получить статус инициализации, то поздравляю, вы все импортировали и настроили правильно. Если же оно не появилось, попробуйте использовать AppID 480, потому что эта игра есть у всех по умолчанию. Если даже с этим AppID что-то не работает, пересматривайте это видео и повторяйте заново. Теперь, после успешной подготовки, в следующих видео я займусь реализацией работы со статистикой, достижениями и таблицами лидеров. Ссылка на этот плейлист и другие полезные плейлисты есть в описании. Подписывайтесь на канал и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Я также буду рад, если вы оцените это видео и расскажете о нем своим друзьям-разработчикам, кому оно может быть полезно. Ну а с вами был WoWrest, увидимся в следующем видео.